я делаю ближества, я веду новые версии будут развиваться в какой-то уровне будет повышение количества заходов, например Знаешь, человек, который немного зависит от человека могу сказать, что он вряд ли похоронник правил а что дальше будет во-первых, сейчас все ждут в том, что делает классно Apple Apple классно придумает стандартный дизайн и управление самая большая проблема всей индустрии управления это стандартный то есть, что клик например, у нас есть эмулятор мучер вот этот клик поддержать остановить Apple классно делает активно пока Apple что-то не сделал, никто не смех нарезал по ней стандартам как только Apple придумает стандартный красивый класс все его подхватят и будет но да, будут уже как первое повышение он купил он купил кроме как позорить как бы просто это только первый первый дитект на который делать в Prime Sense а второй он уже делал сам это это не просто человек это не продли поэтому Prime Sense более того, Prime Sense поддерживал которые пока не было в ДК они были хороши потом в ДК очень быстро в прошлом году в прошлом году пока не получилось ну так давайте давайте пожелания вопросы и по ушам еще что это да 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 злой в ara являюсь ну и рай уровень 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 реабилитации у нас можно управлять реабилитации для реабилитации, у нас есть отдельный модуль для физиотерапии, отдельный модуль для биллопатформы, отдельный модуль для когнитивной реабилитации. Туда, куда можно приводить систему управления жестами, если у нас получится попылить коллегами при управлении мыслями, еще что-то иметь. Хорошая материя сама. Биомет не насыщен этими технологиями, но очень мало насыщенных функционалов, а биомет особенно. И там это принимается на урок, потому что, например, в длежащих времен мы, я со своей стороны, в замирании сердца ждут умения проводятся. Это шикарный проект. И для качества показать врачам, сказать, смотрите, у нас не виртуальная реальность, в которой пациент в крыше съехал, а дополная реальность. Пациент видит себя, но там, где ему должно было быть плохо, у него стало хорошо. Особенно хорошо для людей с травмой мозга, у которых, например, есть... Я спросите за год, как это называется заболевание, когда человек... У него полностью отрицание одной половины пространства всего... Не понимаешь, что я... Всего проще, что вы лели. Отрезок они поделите пополам, но поделите везде. Потому что, что только половину он не видит вообще, не знает, что с вами. Лечится это очень просто. Человек просто... Ему делают всю жизнь с той стороны, которую он не понимает. Ему плавут туда, еду оттуда приносили, чтобы он постоянно ходил налево. Вороший жизнь. Вот. И так далее. Это... Какой служил короче. Он хочет, чтобы он реабилитировался. Ага, не ходил налево. Вот. И это единственный способ. А если он ходит, например, при качках поваленца, у него в большей очереди не проектируется. Вот с этой стороны реабилитация происходит в разы быстрее. Ну и с моей стороны тоже опять-таки реабилитация для дела пациентов перед экраном. Там перед монитором все там проходят и смотрят. Перед ним кинект, здесь очки, но... Милая картинка здесь, там в семье здесь. Визуально у него там не нарисован экран, которым он занимается. И это просто совсем другое качество у нас будет с медициной. То есть вы будете приходить мне в зал, где стоят много таких металлических салюток, которые тебе фиксируют туда, потому что больше не будет. То есть спокойно приходишь. Чисто аккуратно. Включение. Иначе с своим телом. Ничего никакой. Ничего никакой. Ничего никакой. Ничего никакой. А хроническая медицина, например, в город сегодня несколько раз занималась там по обучению боевым студентам. Уроку спримеру. По... Таким. Ну почему бы нет. Не надо. Не надо. Не надо. Но почему бы нет. Немного времени на это поправить не надо. Не было силы. Слушайте, из того, что мы делали, Викторович, такой выгодный лек, у нас была идея сделать обучение для тревогов, потому что, например, один из примеров того, как может быть правильная позиция человека, Мне просто один служил в полиции, рядом с ним был какой-то чемпион в талибе. Он говорит, ну, вот этот человек стреляет, но так нормально попадает. Потом что-то случилось, он попасть не может. Вводит, все нормально. А потом увидели, что он где-то такой дурак. Она ему что-то подбивает. То есть, увидели по анализу записи видео. То есть, там кто-то сидел, часами смотрел на этом участке музыкального группы. Ну, а такая система может сразу сказать, что а ты ему ногу не правильно поставил. Он ему дал, чтобы его цепить, а ты, дурак, стоящий на двух ногах. Нет, но это же кататься очень связано с теми самыми группами. Правильно делать решение такое, правильно приседать, например. Кто ему и правильно приседать. Так же можно, да, это анализ того, что делает человек в фитнес-центре. То есть, у него нога вот так вот. В принципе, можно сказать, что у него... Ну и прочее. На основе беговую дорожку там стоят так, что он свободен туда вот. Свободен будет. Всего нет. Ясно. Ну или, например, играть с кожей, там все больше заиграть? Ну, это уже есть. То есть, это... Ну, опять, как бы для фитчбокса, я думаю, можно найти там теннис есть. Причем, не знаю. Мне сейчас кинеком подают кинек. Спорт. Ну, лучше все-таки держать что-то в руке, когда всякие теннисы. То, что для Плейстейшена есть. Желание. Можно взять ложку и играть в ложку, если так проще. Кинеку это не мешает. И ему больше интересно, где находится точка... Вот это будет, да, включаться там в игре. Вот три точки. В основном, если вы прошали. Ну, то же самое с левой. Положение корпуса, чтобы он понимал, насколько сильно вы что-то делаете. А он не что-то таким нечестным. А, кстати, сколько мы видим? Шесть. Новый — шесть. Второй — два. Нет. Но, точнее, как? Шесть — это официальный. Кинек — это очень отличная штука. Потому что микрософт всегда говорит, что у них все классно. И Кинек работает пол-метра до семи. Но, так, если вы играете, да, вы докторите. Прежде чем на метр-полтора. Ну, он там красиво пропадает в вашу моторчик. Он говорит, да, я тебя не вижу. То есть, он при этом, если ты совсем уходишь, он говорит, эй, ты куда пошел? Я говорю, малюска взял. Когда ты начнешься, и говоришь, о, классно, здорово повернулся. Но, при этом, он не работает с тобой. А он так возвращается в зону, как мне на это лучше всего. Тогда он начинает работать. На этом, ну, шесть — ему будет хорошо. Точнее, опять-таки, в зависимости от того, что вам нужно, две фигуры по-прежнему могут управлять, а шесть, а еще четыре, по-моему, он может отслеживать их положение в пространстве, после того, как меняются игроки, но не оценивать точки и повороты смещения. Как это случилось? Как вы говорите? Да. Опять-таки, вопрос, по-моему, так скажу, да? Я, к сожалению, не забыл, как назывался проект Microsoft, но он еще был даже со старым Kinecter. Когда вы ходите вперед в Kinecter, вы знаете, что это трехмерная модель, ходите с Kinecter, вы так и снимаете трехмерную модель, у вас отличается практически идеальная трехмерная модель, сканированная трехмерная плазером Kinecter. Это очень классная технология, очень круто, вы можете по-моему, почти моментально получить достаточно сложную фигуру, именно мы ссордируем, но это не виртуальный объект. Я думаю, что был проект, который инстинкрует, а потом мы просвещаем, сразу мы начинаем трехмерить. Ну, это все же самое. Ну, да. То есть, как говорится, все хорошо. Затем, будем больше инстинкций, которые все снимают, как вы понимаете, когда вы ходите в Кinecter, вы понимаете, что, мы сейчас модели, у тебя есть телефон, а потом чайку, да, в Google, есть стартап, который, делается в Кinecter, а, какие учителя есть? Ваза-минвеномер, всех микрофонов и камер. старый кинекция окажется по камере но он не показан обычную камеру соединение в открытие не хорошо что будет определяться при низкой освещенности? При низкой освещенности может лично работать, но все равно, то, что не существует, причем. То есть, ни каточек работает. Мы... По цвету видите, да? Главное, по цвету. По цвету. Давайте через 3 минуты перейдем к следующему спикеру, и последние, там, буквально, вопросы сходим. А с этношим? Да, с этношим делали. На самом деле, фитболши, как и кинек, они сами по себе хороши, но я бы на вашем месте очень плотно думал о том, если вы задаетесь идеей в вашем проекте, используя такие технологии, добавляйте новое качество в проект. То есть, вы получили существенный скачок, например, в нашем продуманском проекте, когда добавили второе кинек. Это очень хорошее качество, очень мощное. Сделать телефон, который будет соединять, который будет проводить у нас телефон, неудрительно, нечего кинек. То есть, если поставить, первое, чем у человека 10, 9, 8, если вы так сделаете, ну, не может, и не слышать. Но сделать сверху, чтобы он это понял, что это не одна рука, а сверху, а сверху. Опять-таки, сильный. Можно, да, мы делаем, у нас есть одна из игрок, которая есть функция для реабилитации, но упражнение «звёрдочка» сделано с девушкой из спуток кисти. То есть, упражнение простое, чем больше стоит углы между пальцами, тем быстрее бежит такая пустомная дюшка, тогда же мы сделаем для детей. Да, точно. Им нужно делать упражнение, да не на пальцах надевают резиновую сетку, чтобы он тяжелее будет реабилитироваться, но чтобы реабилитации было больше, они должны быть вот так. То есть, в принципе, это вполне реальное применение «ношена». Управлять, если вы хотите чем-то, там, во-первых, действует уже в приложении на их магазине, а во-вторых, я бы не в том, чтобы прям сверху работать. Да, он точный, но они закрывают опять то, и потом человек вообще не может лежать в руку ровно. И оно есть, которое трясет, особенно в неделю в утром, да, и всякое бывает. А еще проблема в том, что, ну, в пять минут, в десять, а потом на пятнадцатом минуте вот это все начинает затекать, и на этой неделе нужна какая-то подставка. Подставка прозрачная, потому что, если она будет здесь, она будет мешать при движении руки. Когда нужно, что она была здесь, ну, не что-то. Начинаете какие-то постоянные моменты. Но, 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 я считаю, что в вашем продукте сильным поведом это так не работает. Да, кстати, на счет много качества на самом деле, на самом деле, мы хотели иметь состояние постоянного плотения, пульс, начеки, потому что там перегрелся человек. Мы начали с того, что помесили на человека просто ему датчик на палец, вот, первое, что мы не толкулись с ним, что мы собирали плотом, куда человек это делал, датчик летал, потом мы решили, что нам нужен чумпит или что-то вроде, но здесь, что мы сказали врачи именно, то, что мы теряем качество, которое у нас было изначально. То есть, если пациент приходит, он сразу готов к работе, если приходит в обед начинает удивлять, да, мы получим хорошее качество, да, мы получим, там, не какие-то важные, но такие системы уже есть, вы становитесь в большом железе, у вас отбежут с датчиками, вы ходите, там, делаете все то же самое, как и есть. Да здесь качество, не меняйте качество, наилучки поменяли, да, мы часто использовали на фигра, но, наилучки, одно время, если хотели использовать какие-то умные числы, вы выбирали, приходят, но создавая какие-нибудь данные, сообщение не те же, но в основном, что еще делали запрошенность. Совершенно. Глян, А на самом деле, большинство, ну, консюртовского и тупорского проекта, не знаю, как бы связались с анализом, как бы живо вы реализм, но в темнии же, тоже есть, ну, для ленадцати, но для ленадцати. Есть какая-то еще какая-то треекабельная мутация. Есть чисто, ну, упражнения, есть там, да, искусство... да, есть там это наверное если очень про это говорить там вы, вот там, там, там тущая пара вся эта выгода идет, выгода, какdam, условно, да. Есть тоже самый вот хоучинг, когда живой тренер такому битая стоит очень дорого, да? Точно также, как живой реальная плитология очень дорого. То есть, условно окружная технология, где удешевляет свой живой пациенту ну, условно, потребителя, да, Если бы к тебе пришел какой-нибудь человек, у тебя уже есть баллы истемические, есть истемический эффектив. Если бы тебе пришел к нашим профессиональным участникам, то мы хотим сделать такую же штуку для канцеля. Или для занятий дома. Я думаю, что вы как-то заблоковаты, что вы можете создавать отдельные ниши? Да. Весь опыт, который мы создаем, у нас это библиотек, который является здоровьем продукта, который мы используем, чтобы каждый раз написать, где же все сформулисьте. Чтобы каждый раз написать, а не на тот же форт, а в библиотеке, которая верит все это дело, за разным путем волчат. За эту библиотеку, если у вас классный проект, если у вас не длинный проект, мы можем с радостью его с вами поделиться и найти его способ, потому что твои партии интересны нам. Библиотека есть и может ее использовать. В принципе, я не вижу таких проблем. Более того, на самом деле, кинек хороший человек, не только родное задвижение, не называйте то, что он просто считает в неделю. Такая глупая задача. Просто считает в неделю. Ну, что-то такое, только считает. А еще можно... Ну, и в Библиотеке есть система аналитики, в которой прям работают. Ну, там выдаются видео с камерой внутридения. Ну, так сказать. А это немножко другое. Действительно... Смотрите, у нас какой-то знакомый, который хотел сделать некий такой волшебный проект, который хотел в PRK решить проект, сверх здоровых, мощных. Ну, не только. Мы имплицем. Мы имплицем. Мы имплицем. Дальше входит человек, мы имплицем инект, и мы перед ногами рисуем пау. Зайди там, вот, типа, и вот ее здесь висит. Особо мне не видели. Там, как раз, оказывается, что было. Ну, по-первых, здесь манитический вопрос. Вообще, законно ли это будет, когда человек с руководством колонды там летают, где плата обвешат. Ну, а, ну, проекты не слышим. Ну, естественно, 10. Ну, или не только уровнем движения, а саморосознаваемых человек, помочь в базу. И опять-таки, такие вещи, которые вы найдете, welcome, вы меня с этой инвестеркой. Вы поделитесь. Мы осуществили такое инвестер, мы осуществили инвестер. У нас есть не только проект, но и средства, но и средства, которые мы сделали, мы отпустим с вами. Да, если проект интересный, вы сразу еще раз подумаете, там правильный правильный инвестор, у вас есть уникальные возможности, мало того, чтобы получить экспертизу в проекте, он еще и получить на него папу. Ну, так, подороже. Ну, собственно, веревитация того, что проект интересный, и все он способны. Это вот, это туда, да. Да, происходит с фоумеристикой. Нет, на самом деле, да, нам очень интересны такие проекты, и мало того, у нас есть стипедия для самого способного человека с амптекой. А я? У нас не было стипедия. Не было. Еще. А так у вас стипедия стипедия. Вот. Стипедия означает, что в основном, если у вас отличные способности, и вы собираетесь делать что-то в области каких-то ровных технологий, то у нас нет такого желания, как стипедия. Вот. Стипедия означает, что вы безусловленные проекты. Вот. И наше до самого правильного с амптекой. Итак, давайте вам скажем спасибо, Леша. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И я передаю слово вам правду. Спасибо. Я делал другую секцию. Очень приятно познакомиться с вашей работой. Союз директором Жени по проезвонить небольшие партии в Китай и сейчас собираемся пойдем очень быстро со своим 12 минут. Поэтому, если слайдили ставятся быстро, не отращайтесь внимательно. Так. Собственно, хотел бы рассказать, что такое интернет вещей или коннект. Это все, что касается телевизионных датчиков и а это автомобили и умные автомобили. Вся начинка и все, что мы знаем про Google, про недавний анонс от Apple и так далее. все, что связано с умными домами датчики Nest это тот самый термостат, который купил Google за много-много миллионов долларов и ставит на это большую ставку. Массивное устройство Wearables наверняка из вас многие уже либо пробовали либо пользуются. У меня тоже есть массивное устройство для этих fitness tracker давления штуки, которые имеют. Сейчас я считаю, что это будет прорыв, если кто-то сделает то, что сможет иметь скресс человека ну, через то же время глюкозы мы ждем российский проект GoWikon называется как раз пытается такую штуку сотворить. iWikon и все вообще Wikon в принципе это такие датчики которые позволяют в помещениях обеспечивать ну, начиная от того что навигацию ну, предположим в авторглом центре вам надо найти нужный магазин он вам проводит маршрут это называется навигация либо же приложит релевантный вам какой-то то, что вам будет интересно товар то есть если вы мужчина или в магазине спортивных вещей вам приложат простые доску борт либо же красотки если вы девушка в магазине белья дроны и еще кучи вещей дроны все налетающие подокоптеры которые уже наполонили мир и показывают нам фантастические съемки которые они позволяют делать они используются повсеместно не знаю что я не знаю что вполне даже я говорил есть картинки фасады телевизора умных давай это моя была ступа класс для которой мы все забыли как неудавшийся проект и возможно это просто было что-то крайне праздновременное что еще ждет нас в будущем вот карта производителей нет комнаты посмотрите на все многообразие мало того это карта еще и годичная допустим я ее не обновил она быстрее количество компаний которые занимаются производством таких штук о чем я хотел здесь сказать о том что это уже далеко не начинающий рынок этот рынок по прогнозам бизнес инсайдера что мы собственно видим увидим на следующем слайде будет гораздо больше чем рынок даже смартфонов а это говорит о том что по сути это новая революция в хай-тек индустрии итак есть несколько прогнозов о том что к 20-му году будет до 300 до 30 миллиардов устройств циск говорит 50 а циск говорит о том что количество умных соединенных между собой либо с интернетом вещей всяких разных устройств будет просто фантастическим многократно превышающим количеством людей на земле и значит что будет огромная огромная огромный рынок с кучей ниш где можно приобретать свой потенциал какие-то триллионы миллиардные оценки дают те же самые аналитические агентства тут смысл считать ну или нет вы просто понимаете что это будущее куда мы идем и это то что было смартфоном в 2007-м помните в 2007-м году Apple выпустил айфон тогда и появился первый настоящий смартфон который собственно захватил потребительский рынок и в 2007-м как-то еще кто-то имел мнение по поводу скепсиса будет ли эта штука повсеместной нужно ли сейчас заниматься мобильными приложениями или потом и когда в 2014-м я думаю все кто подумывал о невыделении мобильной разработки понял что он пытается вскочить поэтому если мы говорим про интернет вещей интернет обо всем интернет есть такой термин то в принципе сейчас самое время этим заняться это то что через 5-7 лет будет крайне последовательно вот здесь плохо видно но я прочитаю вот это тренд просто рынка настольных специальных компьютеров мы видим что он достаточно такой слабо растущий и вот мы находимся где-то вот здесь вот сейчас рынок смартфонов все еще переживает бум и очевидно что у каждого человека на планете будет одно или более мобильное устройство наверное планшет тоже вполне если растет не теми темпами как смартфоны то есть смысл от планшета что-то делать и вот у нас уже сейчас оценивается динамика роста это бизнес инсайдер интернет вещей то есть это штука которая буквально через год уже по своему объему будет примерно сопоставима с рынком смартфонов и планшетов да собственно на другом графике бизнес инсайдер пытается предсказать когда же произойдет переломный момент что тренд роста рынка смартфонов да будет побежден ростом рынка интернет вещей в общем это прогнозируется где-то между 17-м и 19-м годом то есть где-то смартфоны не имеют счастье просто нет смартфон это отдельное устройство считается что все-таки он не попадает вот хотя по всем характеристикам безусловно просто оно было раньше чем все что появилось вокруг да сам браслет по себе не работает без смартфона и смартфон это некая база для того чтобы например обеспечивать работу вот этих носимых устройств да то есть само по себе носимые устройства с интернетом не сидит но когда мы про это решение я хочу отдельно отметить что это не только потребительские штуки которые умная одежда умные часы умные очки умное все это еще и рынок связи с машинами да и это колоссальная вот эта ниша которая сейчас заполняется новыми решениями что такое сейчас получается что мы когда говорим как раз массивые вещи и прочее здесь не практически не понятно есть огромный вопрос интернет отсутствует я считаю те самые пресловутые вещи которые мы еще в России не совсем наблюдаем умные термостаты умные машины которые уже просто смотрю я просто смотрю я понимаю что на самом деле я посчитываю с тем что это именно такой вопрос я не являюсь сотрудниками бизнес-сайт просто они первые кто настолько смело заявили об этом рынке я этим слайдом пытаюсь сказать о тренде не доказывая вам объем по плане по твоим ощущениям по твоим понять сейчас сегодня представляет такой класс даже 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 значительно как лет я считаю что это больше к промышленным профессиональным либо же вещам которые относятся не к потребительскому сегменту а именно как я уже сказал это умные дома умные устройства дома умная кофеварка мы о ней слышали еще 7 лет назад это все что связано с производством количество датчиков сейчас нас здесь еще мы не до конца привет за границу ты уезжаешь в парковку тебе не надо эту бумагу показывать потому что камера умная понимает что оплачивать и поезд в Китае абсолютно каждый квадратный сантиметр практически любого города покрыт миллион чтобы мы понимали каждой машине установлен абсолютно в каждой регистратор как внешне так и внутренне все что соединено с интернетом оно попадает в connected device оно соединено с интернетом оно передает и даже если оно не соединено с интернетом но есть горизонтальная связь то есть устройство устройство которое просто друг с другом взаимодействует это сюда тоже попадает просто здесь терминологически есть я считаю косяк что в интернет профтингс написано а стоило бы написать connected devices да вот давайте не будем сильно остаться на этом как бы на этой графике он уже не самый свежий но единственное что стоит здесь вывод как это сделать это то что мы сейчас возможно что-то упускаем с точки зрения потенциального нового рынка что стоит на него обратить внимание да а просто несколько примеров того что не решено двери интернет решений это безопасность а мы все слышим недавно было же кого прайсера взломали автомобиль и Tesla взломали и BMW взломали и в общем-то люди я настолько читал новости начали возвращать автомобиль извините если кто-то может там изменить какие-либо параметры да я не знаю приз топлива на моем машине он может реально принести мне вред а мы говорим о том что мы подходим к автопилотам да умным автомобилям которые без вообще какого-либо водителя должны нас отвезти в пятницу в два часа ночи домой и если эту штуку можно сломать это просто неприемлемо это вопрос жизни и смерти поэтому все что касается безопасности крайне важно это просто примеры это не все что есть в интернете вещей я пытаюсь вас навести на то куда нужно подумать собственно однозначно что сейчас вот надо ценить инженеров я все время начинал карьеру в принципе как раз в основном рынке и это было уже много лет назад лет 13 назад и тогда тогда инженеры которые занимаются железными программистами воспринимались не очень серьезно то есть это какие-то бородатые ребята такси-садмины которые что-то там паяют а мы реально крутые ходеры на тусах веб-сервере пишите типа Nginx а вы там со своими железками вот как терапию любите в общем не очень серьезно сегодня сегодня те кто умеют работать с железом те кто умеют работать с аппаратурой и писать естественно высоко интеллектуальный сок до этого являются снова ультра спросовыми специалистами поэтому если в вашем окружении есть такие люди и вы хотите запустить стартап на этом рынке цените их любите их и в общем-то вовремя храните их ну а если вы являетесь такими специалистами вы помните ваше стоимость растет правильно на глазах машин по машинам пророчество какое-то гигантское развитие это все что связано с коммуникациями между самими самими машинами да сегодня была новость о том что в Швейцарии в Цюрихе создали робота робота-мать которая создает своих детей новых роботов и умеет поддерживать эволюционный механизм собственно какая там история некая такая умная рука умеет собирать несколько собственно маленьких роботов которые умеют просто передвигаться и случайным образом изменяя программный код этих вот маленьких роботов ну это в общем так вот коробочкой квадратик в смысле коробочка такая квадратная и случайно вносят в них изменения и эти маленькие роботы должны преодолеть дистанцию те кто преодоляет ее быстрее всех этот код считается правильным остальные выбрасываются и она начинается сдавать новый таким образом ученые из Цюриха доказали что буквально за сутки работы и где-то 10-12 операций робот-мать смогла создать практически идеальное в соответствии с условиями в которых она запускала вот этих детишек идеальное по сути геноходу программ своих робот-детей посмотрите вот это вот все что связано с тем как общаются машины как они умеют какие у них есть протоколы взаимодействия это тоже очень спрос это как раз вот самый анкор тех которому мы посвятили сегодня наше мероприятие сейчас я расскажу свой опыт в 2013 году мы с единомышленниками решили создать умные весы умными они должны были не просто взвешивать пищу я говорю про еду не те вайфа весы на которых вы взвешиваетесь а те которые взвешивают пищу а должны были определять калорийность того что вы потребляете и в автоматическом режиме вести журнал ваша диета по сути мы очень сильно озадачивались технологии как именно померить калорийность даже с немцами используя нано бумагу какими-то супер там частицами пытались сделать что-то типа лакмусовым картриджем эти весы которые можно было себе порч опустить и в общем-то понять насколько он калорийный или нет но основная вещь я думаю что просто портабельный девайс который можно носить с собой удобно в любом месте кафе ресторан гости гостинице что угодно на природе вы бы могли с легкостью взвешивать то с чем что вы питаетесь и собственно как бы соблюсти свою диету да для здоровья для похудения вот такая штука собственно на базе этого опыта я вам расскажу как мы опознали работу с Китаем очень интересно если вы занимаетесь производством какого-либо девайса то вам наверняка потребуется небольшая партия пробных собственно устройств да и какие есть хитрости что стоит полезно узнать о том как мы работаем с Китаем прошу прощения за проект не совсем видно я расскажу собственно очень важно что процесс производства такой вот крупной партии он достаточно и запутан и есть огромное количество неканонических неизвестных подводных камней с которыми вы можете столкнуться если вы делаете это в первый раз первое что стоит уяснить это то что в Китае ну обычно стоит заказать партию от 2000 для того чтобы создать пробную партию например стоили из ваших каких-либо каких-либо устройств умных вам скорее потребуется некий фаблаб есть такая фабрика лаборатория понятия это небольшие компании которые очень недешево но умеют делать пробные партии устройств что это такое а в Китае же обычно если вы захотите что-то заказать это будет от 2000 хорошей партией является 10 тысяч то есть тогда китайская фабрика будет с вами очень хорошо ну собственно мы посчитали называется эта штука минимум order quantity 2000 единиц как собственно происходит процесс процесс создания устройств для начала нам потребуется создать такую штуку как golden sample это идеальное эталонное устройство именно того что будут те самые пресловутые китайцы производить на своем конвейере и вот погружать вам после до собственно момента пока вы создадите этот golden sample могут пройти месяцы в среднем я считал это идти до 6 месяцев в очень позитивном развитии событий то есть например если вы хотите какую-то штуку запустить производить в Китае а естественно сегодня в презентации об этом будет сказано вы собираетесь сначала привлечь деньги на кикстартере то вам надо быть очень призвым в плане оценки сроков никогда я не знаю ни одного случая чтобы с момента когда вы начали общаться с каким-то китайским производителем у вас получилось создать устройство быстрее чем за полгода ну то есть вот этот golden sample это по сути клише из которых будут клипаться эти потом ваши устройства очень трудоверкая штука первое я советую представим особенности работы с китайцами никогда нельзя доверять разработку самого китайцев ни при каких обстоятельствах хотя они в принципе это могут вам советовать в нашем случае с этими умными весами мы поступили просто мы пошли на собственно на Alibaba это тот ресурс который работает в мелко сегменте где продаются всякие штуки китайские партии и начали связываться с теми производителями кто производит весы ну с блютусом им вроде как понятнее что мы хотим и пытались с ними обсудить могут ли они хоть что-то нам помочь через 3-4 недели общения мы поняли что это но в общем путь точно никуда не в тупик китайцы даже если вы очень хорошую спецификацию бизнес и даже какую-то техническую напишите скорее всего разработать вам вернем простите за мое выражение но это действительно так поэтому сама разводка саму инженерную часть того что вы будете производить это обязательно должны быть не китайцы раз мы в России и считаем что умные технологии инженеры и вообще то есть в принципе специалисты у нас очень сильные всегда разрабатывайте всю техническую разводку всю печатную плаху чтобы у вас там не было самостоятельно и никогда не доверяйте китайцам дизайн они это заборят да в России известно что мы тоже не отличаемся каким-то классными экспертизами по промышленному дизайну и я вам скажу что когда мы искали промо дизайнеров в России это была какая-то катастрофа потому что на деле оказалось что в России буквально 10 компаний имеют хоть какую-то репутацию в производстве хорошего промо дизайна промо дизайн это то и когда вы держите айфон в руке он лёгый вот чтобы у вас ваше устройство вызывало такие эмоции это я думаю даже может и в России получится серьезно если вы наведите это китайцам у вас будет пластиковый монстр который будет с люфтами с озорами с разъезжающей но он будет некрасивым и точно не покорит вашего потребителя и попортит вам весь бизнес приближающие оборудования промо дизайна это Берлин и Лондон а дальше уже конечно штат вот Берлин и Лондон хорошая школа ну вообще вся любая Британия а следующий момент вы уже все все прочитали но я все равно проговорил что невозможно сделать нормальную вот эту партию не находясь в Китае то есть либо вы либо технолог но человек который а не китайец б как бы точно понимает что вам надо он должен быть на месте на фабрике на которой вы связаны кстати пару слов о том как бы вы знающие люди говорят о том что вот тем путем как вы пошли со своим устройством мы пошли ошибочно выбирать на Alibaba собственного производителя большая ошибка нужно ехать ну ехать на выставки которые часто проходят в Гонконге и там собственно знакомятся на выставках производителей с непосредственно производителями есть нюансы что порядка 70% всех китайцев которые говорят что мы фабрика не является фабрикой является посредником они лишь делают вид что они фабрики но на самом деле никакой фабрики у них нет они просто девицы которые пытаются создать проспорку и заработать на этом день соответственно надо ехать и смотреть на эту фабрику по очереди да потому что половина фабрик которые там присутствуют такие размеры меньше чем этот зал и соответственно у них очень мало технологическое производство хотя выглядит может быть и локатив красивый стенд что угодно но на самом деле на деле это не фабрика а какой-то сабантуй ну абсолютно не профессиональный поэтому надо ехать надо выбирать и надо помнить что там еще придется оставить вашего технолога сроком такого года то точно вот нельзя доверять никакое абсолютно обеспечение качества китайцев в Китае есть отдельные компании которые говорят о том что ребята мы занимаемся тем что для иностранцев обеспечиваем качество ну вроде как болезненная проблема и вот есть такая услуга но есть нюансы о том что этот последний пункт я сразу про него скажу о том что в Китае законы на вас никакие не работают то есть если вас кто-то кинул просто не обеспечил ложное качество не исполнил какие-то пункты контракта например не проверил никакого обеспечения качества вы не можете сделать с ними ничего вообще вам не удастся никаким рациональным способом привлечь к ответственности этой компании соответственно единственное на что вы можете рассчитывать это на то а может кто-нибудь открыть блоков и шевельнуть на тачпад но в общем то вся техника там присутствует хотя и конкретно это куплены Соединенные Штаты да да он будет начнут спасибо можно и искать ну да и я говорю о том что QA надо обеспечить самостоятельно QA это quality assurance контроль качества есть два варианта опять же засылать какой-то QA на паблику туда ну и либо осуществлять его частично выборочно там есть разные подходы не обязательно всю партию проверить можно выборочно сделать на местах либо производить его хотя бы здесь да если вы например всю свою партию потащите сюда но ни в кое случае не влияете китайцем есть большая большая колоссальная коммуникационная проблема китайец вас всегда понял он вообще всегда понял правда проблема в том что правильно он вас понял или нет это вот никакой гарантии потому что китайцы как носители в общем-то древнейшей азиатской культуры у них есть понятие как у японцев и у корейцев в принципе и вообще у многих азиатов нельзя терять лицо ну то есть если ты облажался прямо перед вот группой лиц это ну надо идти делать сипуку как мы знаем японцы они вот до такого доходили и у китайцев это тоже в крови соответственно он будет вам кивать он будет говорить что он вас понял что все прекрасно но это вообще ничего не значит поэтому все нужно прописывать перепроверять и на десять раз переобсуждать на самом деле как бы путь производителя устройства в Китае это путь огромного количества итераций то есть вот этот вот мой приятный надежный он делал детский планшет для того чтобы выпустить первый свой детский планшет ему пришлось сделать 37 итераций 37 это заняло у него 9 месяцев 37 итераций попыток создать тот самый полный концепт я не пытаюсь вас запугать у него может быть карма плохая и ему не повезло с конкретно вот китайцами какими-то отдельными да но 37 раз они выпускали вот эта штука которую мы будем массово выпускать и вот ну от начала и до конца он очень удивлялся какое некачественное устройство ему предлагают а собственно кстати чтобы избежать проблемы с восприятием китайцев вам следует найти себе какого-то лояльного китайца которая кстати Wooji из той же провинции где выпускаются вот там какой-то там разница диалекта сильно ухудшает коммуникации т.е. Китайцы с одной части страны вообще может большим трудом понимать civilization 观аетесь с другой части страны поэтому хорошо бы найти китайца который говорит зачем тебе вообще нужен китайский зачем он должен говорить на китайский почему не на английский да ЦНР китайские глядят на английский ну не говорим пополам некоторые даже по русски потому что они понимают Но есть большая беда. Есть такой персонаж, что он Лао Бао называется. Это большой волос, кто владеет этой препаратой. И он никогда не будет говорить по-английски. Лао Бань, прошу прощения. Он не будет говорить по-английски. То есть с ним всё равно будет говорить по-китайски. И вам нужен человек, который Лао Бань будет вам помогать. Все сроки, которые он говорит китайцы, умножаем на 3 просто по умолчанию. То есть если в России мы когда-то закладываем сюда 300 проектов, то у нас превысит этот срок. Давайте 20% заложим, когда более-менее реалистично будет. То в Китае это 300. И всё. И не обсуждаем вообще. Это очень хороший срок. Поэтому почему надо закладывать? Потому что вы, например, можете на кикстарте обидеть, что 25 декабря под Рождество вы отберете свои самые классные, самые умные устройства. Но по итогу вы облажаете. Поэтому надо очень резво закладывать эти риски в регионеры. О том, что они будут сроки сорваны, очень к себе отмечательные. И любые ваши ритейл-партнеры, всё полетит в чертя, все сроки, и надо уметь их умножить на 3, если это смириться. Вот. Нельзя работать с последними, как я сказал. Ну и, естественно, никогда ни с кем нельзя подписывать в контракт удалённый, потому что надо быть на места, надо смотреть. Давайте поговорим про то, какие… Презентация будет доступна. Да. Мы выложим её в группу. Мы, кстати, всё время это обещаем, но не делаем. Презентация будет доступна. Презентация будет доступна. Самым классным способом получить любую презентацию, это напомнить о том, что, ребята, просто публиковать там, выложить в группу презентацию, и она там выкладывается моментально. Не со зла, не со зла, не со зла. Мы, не мы. Мы, наверное, в конце всех наших мероприятий все презентации выложим. Но, если интересно именно это, можно взять мою визитку и написать мне «Я вышлю» или найти её в Facebook. СБВ – это стартация. А, собственно… Китайский Новый Год является риском? Как? Китайский Новый Год является? Безусловно. Однажды я летел через Китай в роскость, в рейс «Китайский Новый Год», вылетаю я от города Куанчжоу, а мне говорят «А, твоего самолёта больше нет следующего, ну и вот оставайся у нас Новый Год». На месяц. На месяц. Не, ну, ну, мне подозревало, я провел всего лишь, порядка 36 часов в аэропорте. Да, Китайский Новый Год автанавливает вообще всё. Ничего больше не происходит, это святое дело. Целый месяц взрываются петарды, пьётся крепкий алкоголь, поются песни, портятся улицы и, в общем, ну, тут это питание. Вообще, кто не был, очень рекомендую, будете крайне удивлены, насколько может такое быть вообще. А, фикстартер, да, мы поговорим про crowdfunding, у нас даже одно мероприятие это уже касалось, но я очень быстро расскажу, какие есть нюансы, да, зачем он нам нужен. Вы все это знаете, поэтому очень быстро. Да, мы хотим, когда мы хотим запуститься на crowdfunding площадке, бунстартеры, google, что угодно, бунстартер в России. Проверите спробу, да. Ну, то есть нужна наша штука кому-то или нет. Собрать, собственно, денежные средства, да, для того, чтобы создать наше умное устройство. И это, кстати, не предзаказы, а это просто жертвы вам. Вот вы придумали классы людей, забирайте мои 100 долларов, только создайте. Получить предзаказы. Те, кто реально хочет получить то, что вы собираетесь делать, могут вам за большие деньги прямо предзаказать здесь. Получить ранних поверженцев для того, чтобы собирать обратную связь в процессе еще производства, в процессе создания проекта. Ну, естественно, я в PR, чтобы потом пойти, может быть, и не только от толпы crowd, получить инвестиции, но и от какого-то профессионального инвестора. Вот, у меня в PR компания удалась. Я вам скажу, это прямо хорошая контрамарка в кабинеты венчурных капиталистов, если у вас все получится. Поэтому отличный инструмент для того, чтобы добиваться успеха. А теперь это классно. Теперь сложность. Но сложность, представьте, и есть. Для того, чтобы все получилось, нужно очень хорошо продумать, сколько вам денег действительно надо. Попросите много, если берете много. Попросите мало. Есть, конечно, вот эти крутые истории. По тому, как вы их собрали, попросили 50 тысяч долларов, собрали 5 миллионов. Ну, это исключение-исключение. Это реально, ну, крайне малая вероятность, что у вас получится. Но это никогда решить не надо. И очень важно, по совету всех фрикстартоводов, тех, кто там более-менее сейн запускает crowdfunding компании, выбрать правильную сумму. То есть адекватно оценить, сколько вы в состоянии собрать, сколько вам хватит, чтобы создать тот самый фрикстартов в Китае. Хорошо продумать награду, да? Была такая прекрасная история на ранних этапах на фрикстарте, и какой-то парень что-то, я даже не помню, что он именно хотел отпускать. В общем, он сказал, я вот всем-всем-всем, кто мне даст по 10 долларов, вышлю какую-то болт. Ну, да, ну, обычное дело, он пришел, он такой болт, это 5 баксов, он войдется мне, и все, ненормально. Я вышлю, всем какую-то долг и 5 баксов оставлюсь. Но потом он мне пришел, что он сказал, что мы все это всем по меру. В общем, ему денег скинулись, а логистика. А логистика оказалась 18. И этот парень принужден был продать свой дом, чтобы исполнить те обязательства, которые он взял на себя. Да? Мы должны не забывать о том, чтобы исполнить награды, которые мы обещаем, у нас нормально могут быть расходы, да? План компании. Ну, это то, что, вы знаете, есть контент-план, публикатор, который с нами занимается. Они заранее знают, отлично делают из-за две, что они там в своей соцсети будут пользоваться. А когда вы занимаетесь краудфандингом, вам очень хорошо знать, что вы будете рассказывать вашим ребятам, вашим бейкерам, которые в вас поверят. Это обновления, новости, арт какой-то, видеоролики. Ну, понятно, что не заранее весь, всю компанию. Но на первые 2-3 месяца у вас должен быть готовый материал. Иначе это будет тупенько, потом вы обязательно завалите. То есть, это требует подготовки. Здесь, опять же, плохо видно, но это табличка, на которой написано, собственно, какие минимальные штуки надо сделать, чтобы запустить ту самую профагивую компанию. А самое интересное, что в рамках там написано, сколько это стоит. В среднем паре. Сколько это стоит? Как бы нам не казалось, что краудфандинг – это инструмент как раз для тех, у кого в кармане дырка, и кто хочет набрать денег, а это стоит немало вообще средств запустить ту самую, эффективно запустить ту самую краудфандинговую компанию. Вот мы подсчет, но мы считали, что подготовиться к краудфандингу занимает от 9 до 24 недель. Да? То есть, если кто-то хочет запустить после завтра, у вас не получится. То есть, вам потребуется огромное количество вещей. Подготовить ролик, писание, хорошие там, кстати, команды, прекрасно как бы… Создать план продвижения – это буквально нафиг, потому что сам, кстати, никого из вас продвлекать вообще не будет. То есть, если вы создали свой проект там, никто вас там никогда не найдет. Вы сами обязаны себя продвлекать, сами разговаривать со СМИ, сами рекламироваться в соцсетях, сами пухивают деньги даже в коммерческую рекламу, да? Покупать контекст, что-то еще, для того, чтобы продвинуть его. И, кстати, в этом не помогает. Не надо надеяться, что сама площадка, просто опубликовав там свой проект, вы что-то получите. Ничего вы не получите, там их публикуют. Сотни, сотни недель. Да? И, собственно, средняя сумма, для того, чтобы все было нормально, ну, я говорю, сейчас, ну, умеренно будет ставиться в режим. Не так, что мы совсем все в гараже. Ну, то есть, если вы в состоянии снять себе крутой ролик сами, возможно, это у нас экономит, но там тысяча три пять долларов больше, да? Из этой суммы. Ну, если… Ну, это только очень презво должны отдавать себя, что это будет крутой ролик. Потому что я видел несколько ребят, которые уверены, что, да мы сами с ними ученые, что сейчас у него мобилы есть, а у него там на iPad есть монтажер какой-то. Сейчас мы сделаем. Ну, получается, откровенно пуфта. Вот такая херня, которая совершенно не возбуждает людей. Если зайдете на Kickstarter, ролики там сочные. Они продуманные. Это месяц-полтора работы, кропотливый сценарий, раскадровочка, голос, хорошо поставленная камера, монтаж. Это много работ. Если вы это заказываете где-то от пяти до десяти тысяч долларов. Это не стоит, да? Ну, и так далее. То есть на рекламу у нас 30 тысяч долларов в 28 долларов. Это вот зрительный кост, чтобы запустить компанию на Kickstarter. Последний срок на совмещение. Или за совмещение? Ну, это стоимость призовов физически. Вот. А вот. Значит, надо выйти с директом в Северных Штатов, чтобы запустить компанию на Kickstarter. Русскую. Или в Голландии. В Голландии, да, сейчас уже расширилась эта география. Но она постоянно там уточнется. Сушиется. Хорошие уточнения. Но, так или иначе, если вы просто русские, не получится. Если кому надо, есть немало юлиц из Северных Штатов, разных людей. Можно найти человека или компанию и договориться. И вам помогут от имени этой компании сделать. Ну, я не знаю, обратитесь к нам в Текилаб, мы вам поможем. Вопрос. Но, если вы просто из России делаете, это невозможно, да. Без налоговых юлиц из США нет. Поэтому вы будете очень немало платить налогов, да. 2-3 процента от всего собранного вы отдадите налогов точно. 100 процентов. Плюс 5 процентов заберет сам Kickstarter. Собственно, на что-то он должен жить. Плюс, Amazon или PayPal заберет еще 4 процента. Вот. И таким образом мы понимаем, что вот мы просили там 200 тысяч долларов, да. 30 тысяч мы потратили, чтобы все это подготовить. Мы с Кусинами остались. Да. А 200 тысяч долларов еще 13 процентов у нас забрали все эти ребята, которые нам площадали, да. Но это еще, получается, где-то порядка там 20 тысяч. И так как 200 тысяч у нас осталось уже как-то. В лучшем случае 150. Это если у меня уже классный репетент. А то в открытии еще тысяч 20-30 на то, чтобы маркетинг обеспечить. Итого. На самом деле, вот чтобы уж совсем брезво и с таким реалистичным взглядом на Kickstarter компанию, если вы запускаетесь на 200 тысяч, рассчитываете на 100. То есть, если вы соберете 200, вам, 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 кэш, 100. Ну, никаких не 200. Вот те ребята, кто собирают 200, вот они вот 100 потратили, чтобы это было лучше. Да. Ну, и вот средняя конверсия с тех, кто посещает страницу вашего проекта, 1-2%. Можете подумать, сколько вам потребуется проект, да, чтобы собрать. Ну, то есть, если у меня средняя ставка бейкера, тех, кто уже, да, там, 50, там, долларов, ну, 50 или, там, пусть будет 17 долларов, да. То вот вам надо очень-очень-очень-очень много людей нагнать там страничку на Kickstarter, чтобы они вам вот пожертвовали. Ну, ориентируйтесь на 1%. То есть, каждый сотый человек что-то потребует. Сотый. Вот сколько вам народу надо собрать, да, если вам так хочется 200 тысяч, это сколько миллионов людей надо пригласить. В общем, будьте реалистичны. Если компания на Kickstarter не провалилась, я считаю, что это отличный результат. Почему? Вы сэкономили очень много денег. Если вы решили без коротвайнинга производить свое устройство, решили все проблемы с китайцем, и у вас все получилось классно, вот у вас 2 тысячи ваших прекрасных единиц, ваши личные заемные деньги, либо инвестиционные потраченные, а этот продукт нафиг экономит. Это, собственно, куда страшнее. Чем то, что вы потратили там 15-30 тысяч долларов на запуск этой паниковой компании, ну, дали, а то, что это никак не нет. В общем, тоже это не плотно. Соответственно, ну, в общем, повторение одной и той же мысли, и вот, порядка 30 тысяч надо, чтобы это запустить. Есть хитрости. Например, когда мы, логистическая проблема, если мы говорим про физический устройств, она колоссальна. Она огромна. Вообще, ну, я считаю так, что среднее потребительское устройство, мы сейчас так возьмем, ну, там, весы, про которые я говорил, я не знаю, какой-нибудь достойный кредитационер, там, какая-то лампа, может, умная, может, там, какой-то браслет, что-то еще. В целом, себестоимость будет $20. Ну, так, к зрению. Ну, от 10-20 долларов. Вот, китайцы вам сделают по 20 баксов, какой-то условный, сферический, важный девайс. И логистика будет усвоить даже либо больше. То есть надо понимать, что себестоимость логи, особенно если вы приснилили, да, что вам потребуется нормально рассчитать, сколько вам стоит это устройство потом до количества потребителя в Бразилию, в Соединенные Штаты, в Африку, в Таиланд доставить. И это дорого. Есть способ, как на небольших объемах, ну, а у нас все еще небольшим, по минимальному факту говорит, это делать без особо головной боли, да. То есть чтобы не налаживать кучу отношений вот с логистическими компаниями, потому что это сложно, они объемы требуют, это все дорого. Есть такие попробы, как Shitware. Собственно, что они делают? Они говорят о том, что у них есть некий, они обеспечивают некий глобальный склад. То есть ваши китайцы, создав ваши 2000 устройства, отправляют эти устройства не вам на склад, куда-то там, в гараж, а отправляют прямо на склад Shitware, в котором они будут лежать. И этот Shitware работает аж даже по API. Представьте себе, вы можете свою страничку кастомную сделать, там, при заказе или на кинстартере ее связать. И этот Shitware будет отправлять, как только кто-то заказал устройство, автоматически со склада, обеспечивая всю логистику. Это и склад, и оно полежало, мы, как бы, его uptracked, uptracked number присвоили, отправили его клиенту, вернули. То есть клиент знает, как ему ваша штука идет. И, в целом, практически всю вот эту сложнейшую задачу логистики решать, конечно, это стоит денег. Это стоит, в некотором случае, чуть дороже, на самом деле, незначительно дороже, если бы вы это все делали сами. Ну, то есть если вы профессиональный логист, вы можете все это сделать. У вас все хорошо, у вас есть ли это время. Но я думаю, что вы, скорее всего, ученые, изобретатели, предприниматели, тот, кто хочет устроить продукт, сделать и доставить его до счастливого пользы. И вот логистику можно передать на ранний этап таким компаниям точку. Потому что это будет очень предсказуемо, надежно и в хорошем качестве. Это очень важно. Собственно, какие есть риски у характера проектов в целом. Забыли, что логистику, снова вернулись к нашим железям. Риски бывают такие, что мы колоссально зависим от наших партнеров. Партнеры — это все, с кем мы участвуем. Те же самые логистики. Это партнеры. Китайцы — это вообще партнеры. С ними большие риски. Это у нас произойдет компоненты, которые на эту пабрику надо прислать. Это, в общем, мы очень зависим. Если мы делаем программный продукт, от кого мы зависим? От костера? Ну, в общем, как-то решить эту проблему можно. Сейчас уже есть костинги, которые не падают. Все остальное, в принципе, не особо-то мы зависим, если мы не завязываем на чужих данных. Ну, например, про бигдату и от кого-то что-то не собираем, то мы делаем мобильное приложение, следи за своим весом. Но мы ни от кого, ни от себя, по сути, не зависим в этом случае. А в торговле проекте у нас вот сколько рисков. И так как все это люди, участники факта там обязательно отстреливают. И это большее количество рисков. И риск-менеджмент, правда, рейтинг обязательный. Вот прям отдельной статьей управления рисками обязательно. А рефлексируемость, да, мы отдали китайцам что-то создать. Кому они первому сделают ваше устройство? Вам или себе? Много-много-много-много случаев, когда китайцы, правда, бьет у вас ваши чертежи, ваш промышленный дизайн, классный, все, сейчас он вам сделает, да. И раньше чем у вас на Alibaba появляется это устройство, просто оно без вашего логотипа. Ну вот прям точно такое же. Потому что они делают его, ну, в общем, реплицируют, то есть то, что они его скопируют и начнут продавать в сайте раз дешевле, это стоп-доп. То есть любое практически технологическую новинку можно найти там на Aliexpress, на сайте, да. В общем-то, без, ну, просто white label, болванки, без какого-либо бренда можно найти. Можно найти, и поэтому мы должны понимать, что у вас не очень много времени для того, чтобы, если вы умеете маркетировать, например, то есть продвигать, продавать эти устройства, у вас есть хорошие преимущества на китайцах, да. Но в целом надо очень хорошо учитывать тот факт, что они его закроют. Долгий подготовительный период мы все проговорили. Очень значительное первоначальное вложение. То есть MVP с железкой, ну, блин, ребят, ну серьезно, то есть, ну, 350 тысяч долларов. Надо вот точно идти. То есть здесь уже мы с ребятами, программистами собрались, там, фантазировали. Ну, то есть не получится. То есть это более, более благословающая штука. Борог каждый-нибудь побольше, да. Но, тем не менее, выигрыш, если у вас все получится, тоже будет куда лучше, чем на программных продуктах. Вот. И вот без создания самого устройства проверить реальный спрос практически невозможно. В концептуальном виде мы сделаем вот такую штуку, люди верят. А потом они, когда ее трогают нашим, когда применять, у них, может быть, мнение очень сильно поменяться. И, может быть, так, казаться, что вам на кикстартере денег надавали, а когда вы это создали, она никому больше не надавали. Тоже такая проблема может быть. С программным продуктом у нас полезнее. Мы что-то дали, потрогали, лучше потрогали, лучше получили обратную связь. Да? Вот. Ну и вот 100 тысяч долларов – это вот такая, опять же, небудспрейперская оценка, когда мы рационально подходим к тому, что нам надо запустить устройство. 100 тысяч – это прямо вот для того, чтобы робаную партию создать. Это вот такой бюджет. Да? Если… Ну надо трезвым. Вот, собственно, все выиграют. Если вы сам сказали неправильно. Ну вот, про железяки я все рассказал, но все вопросы получили. По основному вопросу. Получается, ты его год? Ну, я считаю, что да. На самом деле, год много, но месяцев на 9 нам рассчитывать до того момента, когда ты уже распространишься. То есть, 6 месяцев займет производство точно. Получается, как в Индии, там сам, что компаника будет. То есть, если у тебя есть, ну, например, твой конкурент очень напичканный деньгами, он не будет к китайцам связываться, он связываться вот с этими фабриками, лабораториями, фабриками. Они делают дорого. Кстати, в Штатах это сейчас обратный тренд. То есть появляется их все больше и больше, потому что из-за всего, что я рассказал про китайцев, они уже устали это решать. И дорогая рабочая сила, качественная, да, образованная, с хорошим оборудованием, выпускает эти минимальные парты, а не по-меньше. Можно сто выпить? Да. Так, да. И таким образом они могут задавить деньгами и сделать их быстрее. Но это дороже, прям очень дороже. Ну, то есть, особенно говоря, если, конечно, устройство поет, ты предполагаешь, да, приблизительно стоит 55 долларов, то тебе себестоимость от производства будет, например, сто или 150. Ну, то есть тут никакая экономика никак не сойдет. Вопрос на другом есть в России? Да, они уже начинают республикации. Есть даже в Петербурге. В Петербурге есть фабрик, позвоним другом. Если в железяке шесть компонентов и пять из них уже существующие, а не хватает только шестого, вы рекомендуете собирать готовый девайс в Китае или все-таки там заказывать только шестую железяку, которой не хватает, а собирать уже здесь готовый? Не подойдет вот эти гарантии. Я бы, на самом деле, собирал все на паблику. Дособирать где-то еще, это еще один, еще один элемент цепи, риска, да. То есть, ну, на самом деле, не трудно про охранительную железку говорить. Вот, как не интуиция и не сборка говорить, я бы делал конечное устройство сразу. То есть, не распыляя его по географии, там, часть его произойдется в Китае, потом мы сюда другие компоненты довезем и здесь допаяем. Такая схема, она увеличит риски и стоимость программ занятий. Потому что китайцы мы используем, что они очень ущерб будут это сделать. А еще один вопрос. А есть какие-нибудь технологические ограничения? Или Китай может сделать все? Ну, допустим, плоская голограмма. Слушай, нет, Китай не может сделать совершенно точно все. Или только, опять же, умный Китай может что-то делать. На самом деле, мы говорим про заказ в Китае нового девайса. Это что-то чаще инфементальное. Ну, то есть, что-то, как я уже сказала, про весы. У них уже не пусть весы. Надо было туда просто еще добавить какие-то разные компоненты. И вот так это достаточно легко. Если что-то совершенно новое, то вот этот путь до Golden Центра, он не длиннее. То есть в этом вопросе будет сложнее. А если ты хочешь попросить китайцам сделать какую-то голограмму, то есть первый пункт у него совета. Никогда никакую разработку не нельзя дали китайцам. Поэтому только и сразу у тебя технология уже есть, и ты ее можешь передать им, чтобы они повторяли, тогда да. А то, что они тебе что-то разработают по ПФЗ, это нет. То есть никак. То есть только так. Мы не смогли создать достаточно точного изменителя калорий. И 100% отказались от этого. Ну, не так много, собственно. Потому что без этой ценности в этом нет смысла. Ну, как мы считаем. Хотя очень много продуктов, которые, естественно, появляются на этом поле, и все еще не умеют считать эти калории. Выставлять человеку в пакетик, там, выбирать со столовой, ну, не допустим. Кроме в костной площадке. Кроме в костной площадке. Кроме в костной площадке, да. Ну, я не готов. Авторитет на ответственный вопрос. В Инограде у нас есть, ну, то есть мелкий сморочек. Нет, мелкая серика есть везде. Понятно, что есть Россия, которая точно цепет. Но вопрос по качеству недалеку. В Китае, то есть надо, то есть, короче, в зависимости качества цена она очень высокая, да. То есть, если мы говорим про дешевое производство, то, наверное, Китай все еще фабрика, планета. И она все производит, да, эта фабрика. Поэтому вариант 100 миллионов. Как бы в Малайзии, ну, в Индонезии 300 миллионов человек живы. Там тоже, наверное, свобода не может. Да, в Англии, в Индии. Ну, то есть, ну, вопрос в том, что Китай для нас хотя бы изученое, да, Поля? Мы там уже понимаем, что там все производится. Где еще есть экспорт, можно не трогать. Не надо, не надо. Я бы не стал надеяться. Когда мы говорим про маленькую партию, то под лав подойдет. Или мелко-серинное производство заново. Берешь в Google мелко-серинное, GPU, напишешь все, и тебе там показывают. В России, ну, в России тоже строились. В России однозначно плотно делают рободизайн и исполнение вот этого робода. То есть, эргономические качества, упуская вот у нас устройство, они аттрактивные. Они просто, ну, ребят, я не видел ни одного нормального устройства. То есть, за всю свою жизнь, которую вы, держа в руке, хотелось бы сказать, вот, мне приятно. И они все продукты в России держат в руке. Вот, но какие умные часы, браслеты, что бы я ни трогал, это кошмар. Это, ну, то есть, там, умный браслет размером с яблоко, такая, передняя вот такая вот у тебя здесь 10 граммов, там, 600, то есть, как-то. Мы зато сделали супер технологию. Ну, кому нужно на руке вот такая вот дверня, да, и килограмм веса? Ну, то есть, это, чтобы культурную качать, ну, не знаю. В общем, как бы, я считаю, что это касается фонд-резайна, то есть сборка в России в романе, честно. То есть, может быть, штучно, один экземпляр. Трудно можно здесь сделать, но в Сирику я думаю. Ну, мне кажется, что это тут очень дорого сделать в России. Что-то в России, если вы ходите на этот проект? Мы хотели с двух тысяч начать. Ну, блин, еще будет? Нет, две тысячи за два раз, и потом... Яблоко, просто. Слушай, я сейчас фирм-модель не вспомню. Сейчас это дело было два года назад. Фирм-модель у меня есть, яблоко, ясно, сколько штук надо? Ну, яблоко, вот, что-то было для Амазония от 10 до 20 тысяч. Ну, яблоко. Да? Вы считаете, что 10 тысяч в России, да? Я считаю, что это будет дорого, потому что взять это качество. Вот, еще раз, это произвести можно что угодно. Но это будет не то качество для того, чтобы это продавать по всему миру. Я никого не хочу отбить. Есть самые дорогие, надежные качества, но дорого, да, делают специальные конторы в Штатах, которые просто занимаются... Да, мы это уже проговорили. Что компании такие есть, но просто реально это будет дороже, чем ты продашь потребителя, это будет неподъемная цель. То, что сделано в Китае для B2B-сегмента является каким-то фактором негативным? Ну, у тебя айфон? У меня айфон, но... Но в Китае сделано что? Это негативный. То есть коммерческие компании, условно говоря, Воинг. Воинг нормально реагирует на какой-то новый девайс, который сделан в Китае? Ну, это нормально, да? Еще раз, давайте все возьмемся и все, что вообще у нас окружает, на 95% придет в Китае. Вот это вот... Ну, для молодых еще людей может быть не помнят, а те, кто возросли, я помню, что в 90-х мы все страдали от этого шерпотребного низкоотказительного качества. И даже крылатым стало китайское качество, когда мы все начали полно отстел. Но сегодня, в 2015 году, как мы говорили, о том, что Китайцы делают моксиместно только ОГЭ, так нельзя. Они вполне клевую штуку делают, в том числе ваших нарядов. И ничего. Топ-провод и ничего не делают. Все, спасибо. У нас есть пространство, где можно, собственно говоря, выйти сюда и познакомиться друг с другом, пообщаться и все такое. Поэтому спасибо вам большое. А, Паша, ты сказал про следующие вопросы? Стоп! Стоп! У нас следующие мероприятия, за них был вполне много, будет посвящено уникальным фирмаментам. Да, оно будет посвящено отношениям. Мы позвали трех очень крутых женщин, извиняющих психологические бюсты, ну, специально так и столовались, которые будут рассказывать про отношения. Ну, не про сексуальные, а про психологические. У нас будет вот Симоновая, зал Маска, и Маска, и своей специальной милей, рассказывать про то, как строить отношения с армии, у нас будет Ольга Паула, который будет рассказать про то, как строить отношения с клиентами. И Зоя Дубитина, она будет со мной, сейчас будет рассказать про то, как найти кафаунгу, как строить отношения там, чтобы не попасть в 65% бесплатный такой доступ из-за внутренних рук. Уникальнасть мероприятия это Woman's Day. Это специальное мероприятие для женщин-копонимательных. И на этом мероприятии можно ознакомиться с тем, что Пау Дэнститю отдельно поддерживает дырочных предпринимателей и имеет для них отдельную бесплатную ступендию для одной из лучших дырочных предпринимателей. Поэтому, как они послушают девушку и поднатолкуются с девушкой. Когда я работаю, девочек с лет 25-го шла, потом не место роста нет, у нас тут куча кишечка.